Генеральный спонсор программы Красный Пищевик Двукратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Никогда не думал, что я туда попаду, да и рекордов никаких не планировал ставить Расскажет, легко ли покорять мировые вершины Зачем такой рекорд, когда ты сделал у ней на максимум? Пришлось ехать второй раз Вспомнит о кумирах своего детства Сталлоне, Шварценеггер, Ван Дамм Это те люди, на которых тогда хотелось сравняться Покажет мастер-класс по отжиманию на брусьях Один день Жареную картошку, люблю, но ем ее не так часто И единственный диагноз Я считаю, что человек должен прожить в стремлении Стать лучше, ну становиться лучше изо дня в день Смотрите прямо сейчас На часах 9.30 Бобруйская знаменитость Двукратный рекордсмен книги рекордов Гиннеса по отжиманию на брусьях Евгений Лось начинает утро с разминки Физическим упражнением спортсмен уделяет время в течение всего дня вот уже много лет Есть тренировка, ну конкретно направленная на то или на иное Она там длится от 40 минут до 3 часов То есть это раз в день у меня такая тренировка Строго по времени тоже нет Снова же все в зависимости от свободного времени Ну в основном, конечно, это вечером Вечером мне больше нравится тренироваться Вечером больше сил на тренировку Даже для утром После физкультминутки Евгений проходит на кухню Неизменный ритуал для него перед завтраком Выпить стакан воды После начинает готовить овсяную кашу В еде спортсмен неприхотлив Предпочтение дает здоровому питанию Но также любит побаловать себя сладким Особенно ему нравится зефир Преимущество отдаю, конечно, больше пищи Наверное Ну, на пару приготовленной Нежели жареным на чем-то, на масле Хотя такое тоже люблю Жареную картошку Люблю, но ем ее не так часто Раз в неделю примерно Евгений Лось Двукратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса По отжиманию на брусьях Многократный чемпион Беларуси по стрит-воркауту Родился в Бобруське в 1990 году Окончил Белорусский государственный педагогический университет Имени Максима Танка По специальности Оздоровительная и адаптивная физическая культура Получив квалификацию тренера-методиста и преподавателя Служит пожарным в аварийной спасательной части номер один Женат, воспитывает дочь Сегодня мы расскажем о первоклассном спортсмене и спасателе Любящем мужа и заботливом отце Здравствуйте Я Люднила Любимцева Рада приветствовать вас в новом сезоне проекта Под названием «Диагноз Бобручанин» О том, кто такой Евгений Лось, вся Беларусь узнала в прошлом году Когда наш земляк, пожарный спасатель, установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях И вошел в книгу рекордов Гиннеса За минуту и с дополнительным весом на спине 18 килограммов 200 граммов Евгений отжался 67 раз О самой книге рекордов Гиннеса я знал еще с самого детства Никогда не думал, что я туда попаду Да и рекордов никаких не планировал ставить До тех пор, пока мой друг, соратник, из Минска, Максим Тухановец В 2016 году не установил рекорд по подтягиваниям Я как-то загорелся, мне стало интересно Потому что я тоже, в принципе, неплохо подтягиваюсь, неплохо отжимаюсь Я зашел на сайт книги рекордов Гиннеса, изучил Все досконально оказывается В принципе, рекордов много, которые можно поставить Единственное, нужно к ним, конечно, готовиться К слову, рекорд дался спортсмену нелегко Он выполнил норматив только с третьей попытки А спустя полгода молодой человек преодолел еще одну планку Отжался 53 раза, но уже с весом более 27 килограммов На этот раз все удалось с первого раза Свой результат зафиксировал на видеокамеру в столичном воркаут-зале И отослал экспертам А через пару месяцев получил очередной сертификат из Лондона О всемирном признании своего достижения Сам сертификат с печатью этой фольгированной, оригинальной Рекордсмен еще с юного возраста интересовался спортом Играл в футбол и другие подвижные игры Кумиры его детства Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Ван Дамм, Джеки Чан В 9 лет Женя начал отжиматься и заниматься по книге актера и мастера боевых искусств Брюса Ли А в 13 уже осознанно подошел к турнику Мой тренажерный зал – это, скорее всего, турник в коридорном проеме панельки Мой тренажерный зал – это площадка на открытом воздухе Можно сказать, я залы посещал очень редко, очень мало Ну, когда была возможность где-то в том же техникуме, где-то городские залы Ну, я посещал, естественно, например, если зимой очень холодно Естественно, я их посещал, но так в основном, когда хорошая погода – это площадка на открытом воздухе Евгений не раз становился чемпионом Беларуси по воркауту Это любительский вид спорта, который включает в себя различные упражнения на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях Либо вообще без их использования Основной эксцензи сделается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости Воркаут стал довольно доступен, развит, им интересуется все больше людей Это всеобщая доступность, заниматься где угодно, когда угодно Тренировки собственным весом, то есть для занятия воркаутом по существу ничего не надо Не нужен никакой тренажерный зал, никакого железа Тело можно прокачать просто обычными отжиманиями, подтягиваниями Конечно, для этого нужно время и немало времени ему К слову, эта специализированная площадка построена благодаря победе Евгении в 2013 году на чемпионате Беларуси по воркауту в командном фристайле Спортсмен старается всячески популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи города Площадка построена была рядом с моим домом, я раньше здесь жил, буквально 200 метров до моего дома А сейчас я переехал, но тем не менее я здесь встречаюсь со своими соратниками Не так часто, как хотелось бы, но все равно сюда приезжаю, посещаю, потому что меня полностью устраивает эта площадка Заниматься здесь с удовольствием Спорт – краеугольный камень жизни нашего героя Свою работу он также связал с той сферой, где важна хорошая физическая подготовка Евгений служит пожарной части номер один, а значит, просто обязан быть всегда в отличной форме Знакомый устроился тоже в МЧС и сказал, почему бы тебе не попробовать Вроде сейчас можно туда попасть, устроиться Хотя я в армии не служил, у меня была отсрочка, потому что я учился Ну и я попробовал, пришел, трудоустроился, нормально все взяли, прошел медкомиссию Ждал необходимые нормативы, можно сказать, удалось себя реализовать Нашел применение своим физическим способностям, навыкам Свободный от работы и физ. упражнений время Евгений Лось проводит со своими любимыми Супругой Марией и дочкой Викой Близкие люди рекордсмена гордятся его достижениями и поддерживают во всем С таким мужественным и сильным главой семьи им ничего не страшно Конечно, поддерживаю, потому что я понимаю, что это не просто хобби, это часть его жизни Поэтому мы, как и познакомились, я знала, на что я иду И поэтому, естественно, мы поддерживаем, мне самой приятно наблюдать за ним Молодые люди познакомились 4 года назад Мария признается, сперва обратила внимание на физические данные Евгения А после убедилась, что это также надежный и ответственный человек В нем она ценит заботу и отзывчивость Евгений Лось убежден, человек должен всесторонне развиваться И каждый день становиться лучше, чем вчера Кстати, он уже присмотрел для себя несколько новых рекордов С которыми сможет подтягаться в будущем Я Людмила Любинцева Через неделю новый герой, новая история и тот же диагноз Генеральный спонсор программы – Красный пищевик